Недоношенные дети Рабочий день неонатолога начинается с обработки рук. Как пояснил доктор Ганединов, это фактически аналог резиновых перчаток. Только сверхтонкий. Дальше идем на обход в отделении реанимации новорожденных. В палатах лежат совсем крошечные пациенты. Им не задашь вопрос, не поинтересующийся как здоровье. Выручает приборы, благодаря которым можно узнать и состояние основных жизненных показателей детей и даже покормить их с помощью зондов. Или напрямую в кровь, практически как в утробе матери. Недоношенные – это основная часть пациентов Тимура Ганединова. Последние пять лет их стало даже больше, чем было раньше. А дело тут в законодательстве. В 2012 году в России приняли закон, по которому выхаживать нужно детей весом от 500 граммов и рожденных после 22 недель. То есть эти дети еще несколько месяцев должны находиться в утробе матери. К счастью, современная аппаратура позволяет сохранить им жизнь, создав условия, максимально приближенные к тем, в которых ребенок должен бы еще находиться. Но не в одной только аппаратуре дело. Ребенок, когда развивается внутриматочно, он постоянно слышит сердцебиение матери. То есть и живет вот в том ритме сердцебиения, постоянно, знаете, вот как часы. И постоянно это слышит. После того, как ребенок родился и попал вот в этот враждебный мир, потому что для недоношенного ребенка на самом деле этот мир очень враждебен. Здесь все совсем не так, как внутри матки. И этот ребенок перестает ощущать контакт с матерью. И от этого его развитие ухудшается. И вот мы вынуждены и должны и обязаны создавать вот это вот условие приближенного отношения к матери. Поэтому, как только такой ребенок поступает, мы стараемся маму обязательно положить. Мама лежит в соседнем отделении. И каждые три часа, или даже чаще, если у нее на это есть силы, она приходит. Мы ее усаживаем, достаем ребенка. Она кладет ребенка к себе на грудь, закрывает махровым полотенцем. И вот таким вот образом ребенок снова начинает слышать материнское сердцебиение. И в этот момент дети становятся необыкновенно розовыми. Они становятся необыкновенно такими спокойными, тихими. У них нормализуются параметры, которые считывает монитор. То есть, несмотря на то, что этот организм не зрел, и, казалось бы, еще и не созрели мозговые функции. Сам мозг по себе не зрелый. Но они вот каким-то образом ощущают, что вот она мама, она пришла рядом. В кювезах у недоношенных можно увидеть игрушки в виде осьминожки. Как объяснил Тим Романсурович, это специальная игрушка. Внутри матери ребенок хватается за пуповину. И чтобы в боксе малыш не начал прихватывать провода и катетеры, ему в руки дают вязаную осьминожку. Недоношенные дети могут находиться в отделении реанимации по несколько недель, а то и месяцев. Ребенка, которая находится сейчас в боксе, полтора месяца. При этом весит он всего 1,2 кг. То есть, практически в три раза меньше, чем весят даже новорожденные. Увы, ребенок недоношенный. К счастью, современная медицина позволяет выпустить этих малышей в жизнь и дать им возможность стать полноценными мальчишками и девчонками. Когда мы уже потом приходим и видим, что вот он вот такой хорошенький, он уже совершенно похож вот как бы на обычных здоровых детишек. Только видите, все еще пока весь в шлангах. И вот здесь вот как раз таки наступает такое ощущение, что мы думаем, ну все-таки то, что мы делаем, все-таки это не зря. Но все-таки, по словам доктора Ганединова, называть неонатолога врачом новорожденных не совсем правильно. Он также занимается детьми, рожденными вовремя, но имеющими патологии. Например, сейчас среди пациентов есть ребенок, которому пришлось делать серьезную операцию, чтобы восстановить проходимость кишечника. Сюда же поступают и переношенные дети. Но все-таки один неонатолог не справился, если бы ему не помогали медсестры. Именно они меняют подгузники, ставят катетеры, зонды. В общем, выполняют всю ту работу, благодаря которой дети остаются живы. Что касается новорожденных детей, там есть очень много нюансов. То есть вот особенно, что касаемо недоношенных. Вот как пример я могу привести вам такое, что даже при смене памперса недоношенному ребенку, например, нельзя высоко поднимать ноги. Потому что кровь может отлить у них в сторону как бы головы, и от этого они могут ухудшиться. Как говорит доктор Ганединов, они держатся за своих медсестер обеими руками. Потому что если медсестра проработала в реанимации, она сможет работать везде. У некоторых сестер реанимации даже полномочия могут быть в какой-то степени шире, чем у врача. Например, у врача нет доступа к сейфу с наркотическими обезболивающими, которые стоят святая святых отделения. В помещении, находящемся под особой охраной. Здесь же стоит морозильник, в котором хранится донорская плазма, взятая исключительно у проверенных людей. Ребенок получает карантинизированную плазму исключительно от здоровых доноров. Если есть только какие-то сомнения, то эта плазма к нам вообще никогда сюда не поступит. Но и к разговору об оборудовании Тимур Мансурович обращался не раз. И речь идет не только о том, что обеспечивает жизнедеятельность пациентам. Например, с помощью компьютера медсестры могут отслеживать прямо со своего поста состояние малышей. Правда, площадь отделения не позволяет разместить все оборудование в палатах. Поэтому часть его хранится в отдельном помещении. Сколько все это стоит, доктор Ганеддинов даже не может сказать. Сейчас я нахожусь в знаменитом хранилище Скруджи Макдака. Вы не поверите, но это так. Потому что то оборудование, которое находится у меня за спиной, стоит миллионы и миллионы евро. Как говорит Тимур Мансурович, в перинатальном центре оборудование будет еще лучше и современнее. Там будет то, о чем они пока только мечтают. Например, система, которая позволит регулировать уровень шума в палатах. Или искусственные руки, которыми мамы смогут перекладывать детей в боксы. И аппараты жизнедеобеспечения будут более высокого уровня. Кстати, сам Тимур Мансурович тоже перейдет на работу в перинатальный центр, руководить отделением реанимации. По плану, обозначенного Дмитрием Медведевым, перинатальный центр в Ульянске должен открыться до конца 2017 года. Он должен стать одним из самых современных медицинских учреждений не только в Ульянской области, но как минимум в Поволжье. Вполне возможно, что следующий один день с неонатологом мы будем снимать уже там. Между тем, подошло время отпускать Тимура Ганеддинова на еще одно важное мероприятие. Конференцию, которую проводил главный невролог Северо-Западного федерального округа. Наш герой хоть и проработал больше 20 лет, но не прекращает заниматься самообразованием. Напоследок мы задали ему вопрос, не думал ли он когда-то сменить профессию. Например, на данный момент, проработав 25 лет, я в принципе не мыслю, что я мог бы, например, работать в какой-то другой дисциплине. Но в то же время неонатология, она же есть ведь и такая амбулаторная, поликлиническая, там где детки уже здоровы, там где требуется наблюдение. Все-таки именно этот интенсив, именно вот эта работа на грани, где находятся самые тяжелые дети, которые требуют крайне адекватных решений. Резкой вот такой вот и быстрой работы по спасению их. Вот это вот так же вот меня всегда привлекало, и поэтому я работаю вот в этой специальности. Из отделения реанимации детей, идущих на поправку, переводят в отделение патологии. Здесь они уже находятся ближе к мамам, которые могут их приласкать в любой момент. Я не ожидал, что у нас в Ульяновске такие больницы, как бы такой персонал. Я очень всем довольна, что помогли именно в реанимации сначала выходить, чтобы он начал жить. Как сейчас себя чувствует? Ну, вроде бы неплохо, в сравнении с тем, что было. Кушать начал, что все хорошо.